В аэропорту Кольцова собираются уничтожить партию элитных кроликов. Живой груз из Германии, по информации местного ветнадзора, не имеет необходимых документов. Однако коллега свердловских ветеринаров, зоозащитник из Челябинска Карен Далакян считает, эвтаназии, она назначена на завтра, можно и нужно избежать. По решению свердловского Россельхознадзора животным должны поставить смертельный укол. Груз не прошел таможенную очистку, не зашел на российскую территорию. А потому его владелица сейчас только перевозчик. Из-за того, что хозяйка кроликов не предоставила требуемых российской стороной документов, проводить никаких манипуляций с животными полномочий у ведомства нет. Вернуть их в Германию хозяйка тоже не может. Германия сейчас будет требовать российские документы, авиакомпания без российского сертификата их отказывается везти. По истечении месяца завтра утром Россельхоз сможет только усыпить кроликов. В случае невозврата животных, животные подлежат уничтожению. Зоозащитник Карен Далакян накануне лично осмотрел задержанных в Кольцово животных и считает действия своих коллег категоричными, а условия содержания ушастых арестантов незаконными. Тесные клетки для транспортировки, круглосуточное освещение, отсутствие ветпомощи. Впрочем, как и положенного по закону обследования в течение 72 часов. Все это может стать причиной для обращения хозяев в суд. Кролики совершенно здоровые. То есть я их потрогал, пощупал. Никаких выделений, никаких там истечений, ничего нет. И представьте, в течение месяца они уже здесь находятся, почти месяц. И ни один ветеринарный врач из Екатеринбурга, из аэропорта, есть там служба, которая получает зарплату, получает деньги, никто не подошел и не проверил кролика. Избежать усыпления животным поможет только чудо или широкий общественный резонанс. Все происходящее в стенах Кольцова напоминает инцидент с жирафом Мариусом, публично казненным в датском зоопарке. Это как раз тот случай, когда бюрократия доходит до абсурда, заявил Далакян. Зоозащитнику Карену Далакяну удалось спасти от эвтаназии партию кроликов, привезенных из Германии. Россельхознадзор Свердловской области планировал усыпить животных сегодня утром в аэропорту Кольцова. Как сообщает сайт челтв.ру, в эти минуты в аэропорту Кольцова Карен Далакян встречается с представителями прокуратуры и Россельхознадзора и намерен забрать животных в Челябинск под личную ответственность, а после провести необходимые карантинные мероприятия на Южном Урале. Скандал вокруг живого груза разгорелся накануне. Выяснилось, что кролики, заказанные фермером из Свердловской области, прибыли в пункт назначения месяц назад и были задержаны решением ветеринарного надзора. Хозяйке животных сообщили, она предоставила не все необходимые для растаможки в России документы. Из-за погрежностей в сопроводительной документации у владелицы кроликов было два варианта. Отправить их обратно в Германию или попытаться получить от немецких заводчиков все необходимые бумаги. И ровно месяц на то, чтобы выполнить предписание Россельхознадзора. По истечению этого срока ветнадзор собирался уничтожить живой груз. Однако в этой истории, как считает зоозащитник и ветврач из Челябинска Карандалакян, оказалось немало нарушений со стороны контролирующих органов. Поэтому, узнав от заводчика кроликов о ситуации с животными, выехал в Кольцово и лично осмотрел пушистых арестантов. Накануне в интервью нашей телекомпании он сообщил, что считает действия екатеринбуржских коллег слишком категоричными, а условия содержания ушастых арестантов неприемлемыми. Через два дня исполняется ровно четыре месяца, как 12 кроликов немецких великанов живут на складе в аэропорту Кольцова. Их хозяйка в суде пытается обжаловать запрет Россельхознадзора на обвоз животных. За это время один кролик погиб, другие дали потомство. Но решить проблему не удается. Репортаж Анастасии Кувалдиной. Вы не знаете, что такое вырасти идеально по тому, что я это не знаю. Споры между хозяйкой задержанных на таможне немецких кроликов-нелегалов и представителями управления Россельхознадзора не утихают и после заседания. Ирина Логинова в Верхнепашеминском суде пытается доказать. Кроликов из Германии ввезла законно. Крочащая драма длится уже четыре месяца. Все это время 12 ушастых нелегалов живут на складе временного хранения в аэропорту Кольцова. Границу России кроликам из Германии не дала пересечь таможенная служба. Подозрения вызвали сопроводительные документы. За это время несколько крыльчих успели дать потомство, а один из немецких великанов скончался из-за стресса. Представители Россельхознадзора настаивают. Владелица кроликов должна была либо усыпить животных, задержанных на границе, либо отправить их обратно в Германию. Мы направили запрос, центральный аппарат Россельхознадзора, на то, чтобы германская сторона подтвердила выдачу данных документов или хотя бы, что территория благополучная. И получили ответ, что германская сторона, веки гранатской офицерной власти, они вообще не выдавали данные сертификаты. По словам зоозащитника Карена Далакяна, ранее точно по таким же документам Ирина Логинова уже ввозила кроликов из Германии. Веки гранатную справку просто переводили с немецкого на русский, и проблем не возникало. Кролики не виноваты, виновата бюрократия, не виновата, не стыковка законов, не виновата то, что где-то, что-то там, какая-то ошибка в этих булоках. Свою проверку сопроводительных документов проводит прокуратура. А пока семья кролиководов подала встречный иск к Россельхознадзору. Будем продолжать и продолжать. На защиту кролиководов стала и кандидат биологических наук Сельхозакадемии. По ее мнению, именно кролики новых пород, привезенные из других стран, могут дать толчок развитию кролиководства в нашем регионе. Если кролики 4 месяца живут и не погибли, значит никаких лировных заболеваний там нет. Я только приветствую такую работу по привозу свежей крови новых кроликов из-за границы. Следующее судебное заседание состоится через неделю. Анастасия Кувалдина, Евгений Морозов, Новости 4 канала. Кролики довели до суда. Россельхознадзор через суд потребовал либо депортировать, либо уничтожить кроликов редкой породы немецкие великаны, которые вот уже 3 месяца живут в таможенной зоне аэропорта Кольцова. Их хозяйка неправильно оформила документы на ввоз животных. Анастасия Кувалдина казнить нельзя помиловать. Так что не надо мне тут на кроликов есть. Пофигу вам. В зале Среднеурайского мирового суда не утихают споры. Судья то и дело просит стороны соблюдать порядок. Сегодня здесь рассматривают дело кроликов породы немецкие великаны. В Екатеринбург их привезла Ирина Логинова для разведения. Но в Россию кроликов не пустили. Животные не прошли таможенный контроль. Подозрения вызвали в сопроводительные документы. Выхватили эти документы, кроликов закрыли на ключах, даже не дали ни напоить. Они были на одноразовых салфетках. И то, что сутки не поены, мочу высасывали из салфеток. Вам не стыдно? С того дня, как кроликов-нелегалов задержали на границе, прошло уже 3 месяца. Немецкие великаны находятся на складе временного хранения в тесных клетках. Границу России так и не пересекли. За это время несколько крольчих успели обзавестись потомством. Вот она мамонка, которая родила. Они крепко спят. Вот еще один крольчих, который тоже, вероятно, что беременный. А один из немецких великанов скончался. Его тушку отверт на экспертизу в Челябинск зоозащитник Карен де Лакян. На днях пришли результаты вскрытия. Где подтверждается, что кролик умер не из-за инфекции, а из-за разрыва желудка. В день, когда рапорт был заминирован. То есть к кроликам подошла собака, то есть кинологам искали мину. В это время кролик стал биться. То есть это один из доказательств того, что животное находится не в тех условиях. На складе в Кольцово кролики живут в неприспособленном для живых существ помещении. Среди другого контрабандного товара. Плашно говорить о таком понятии, как нарушение психики у животных. То от постоянного света они, скорее всего, нарушения будут. Таких грязунов постоянные после наличия света может вызвать, грубо говоря, обвинение вплоть до смерти. В суде представители Ростельхознадзора настаивают. Ирина Логинова еще три месяца назад должна была либо усыпить животных, либо отправить их обратно в Германию. В Логиновой было направлено предписание номер 262. Вывозе кроликов за пределы таможенной территории срок 21 ноября 2015 года. По состоянию на сегодняшний день предписание не исполнено. За невыполнение предписания представители Ростельхознадзора просят привлечь владельцу кроликов к административной ответственности. Однако предписание, которое она должна была исполнить до 21 ноября, почта России ей доставила 25 ноября. Исходя из этого, суд вносит решение. Производство по делу об административном правонарушении предусмотрено частью первой статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Логинова Ирины Михайловны прекратить за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. С решением суда мы не согласны. Обжаловать или не обжаловать это будет юридическая служба решать. Усыплять животных Ирина Логинова отказалась. Отправить их на родину просто не смогла. Авиакомпании выставили счет почти в 3000 долларов. Несогласная с действиями таможни и Россельхознадзора, женщина подала встречный иск в железнодорожный суд. Дата заседания пока не назначена. Анастасия Кувалдина, Влад Коровиков, новости 4 канала. Производство по делу об административном правонарушении предусмотрено частью первой статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Логинова Ирины Михайловны прекратить за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. С решением суда мы не согласны. Обжаловать или не обжаловать это будет юридическая служба решать. Пропустив 12 кроликов этих, мы можем подвергнуть, мы подвергнем угрозе все 25 тысяч кроликов, которые содержатся у нас на территории Свердловской области. В первую очередь нести будем ответственность мы как специалисты ветеринарные, что есть существует такая угроза, а мы, идя на поводу какой-то прихоти гражданина данной, не соблюдая ветеринарных норм, правил, закона, как того требуют, допустили ввоз потенциально опасных животных на территорию Российской Федерации. Мы запрашивали документы в Москву, отправляли в центральный аппарат, и нам пришло подтверждение, что документ поддельный. А те документы, которые она предоставила, это ветеринарная справка для участия в выставке. Мы направили запрос, центральный аппарат Российской Фоснадзора, на то, чтобы германская сторона подтвердила выдачу данных документов, или хотя бы, что территория благополучная. И получили ответ, что германская сторона, ветеринарные, официальные власти, они вообще не выдавали данные сертификаты. На карантин мы их посадить не можем, потому что у них нет документов, и не подтверждено благополучие области, из которой они вывезены. Все документы поддельные. Сегодня поставлена точка в истории, у которой, похоже, нет аналогов не только в российской истории. 13 гигантских кроликов провели в аэропорту Екатеринбурга последние полгода. Ради них пришлось даже перестроить аэровокзальный комплекс. Все это время чиновники никак не могли найти решение достаточно простой проблемы. Они жмутся к стене и пугаются, если их погладить. Полгода в тесных клетках на таможне аэропорта Кольцова отучили от нормальной жизни. Кролики-гиганты из Германии, которых задержали на пограничном контроле, наконец, после стольких разбирательств, добрались до фермы в Свердловской области. На ближайшие месяцы расписание у них будет как в санатории. Еда по часам, прогулки, лечебные процедуры. Нападает, нападает, девочка, нападает. Немецкие великаны, так кроликов редкой породы Ризен называют за чрезвычайно большой вес. Оказались в центре международного скандала из-за путаницы в документах. В чем их только не обвиняли. Непривитые, возможно, тяжело больные. И даже могут быть разносчиками неизвестного в России вируса. Пока зоозащитники и ветеринары пытались доказать, кролики безопасны, таможенники держали животных в узких железных клетках на складе рядом с изъятой контрабандой. Задержанных кроликов хотели сначала по-тихому депортировать, потом усыпить, но история получила огласку. Пока размышляли, что делать с животными, два из них умерли, остальные стали размножаться. Тогда по требованию зоозащитников воздушную гавань впервые в истории авиации решили перестроить. Чтобы создать кроликам комфортные условия. В конце концов, Россельхоз снял запрет на ВОЗ, но только после вмешательства российских ветеринаров, Минсельхоза и Консульства Германии. Экопия закончилась благополучно, то есть кролики на месте. Провели сегодня постановочку на карантин, уже по домашнему адресу. Сейчас пройдет у них период адаптации. 13 кроликов хоть и вышли на свободу, но пока условно. В заперти они проведут еще целый месяц под наблюдением врачей. Ведь на складе аэропорта здоровье животных серьезно пошатнулось. Да и нервы у кроликов не в порядке. Стали бояться темноты, ведь лампы на таможне горели круглосуточно. Будут невозможно животных сразу из круглосуточного освещения посадить в нормальное 14-часовое. Ну, естественно, витамины, корм. Хозяйка кроликов Ирина Логинова подала заявление в полицию за жестокое обращение с животными. Пока ведется следствие, кролики борются с последствиями стресса. Усиленно питаются, долго спят, набирают физическую форму для международной выставки. На смотр лучших кроликов они отправятся уже не в качестве немецких эмигрантов, а полноправных российских участников. Если, конечно, не встретят очередных волков-бюрократов. Елена Хмура, Наталья Кудряшова, РЕН-ТВ Действительно, кролики это не только ценный мех.